Это началось в те незапамятные времена, когда мамоты ходили по земле практически. Это был грязный пятачок земли, заросший бурьяном. Временная гара, тряпичные какие-то, один трактор, люди ходили. Аэроклуб в виде коммерческой палатки. И в этой палатке мы торговали вертолетами. На деревянных помостах стояли парочка вертолетов, и в общем они летали по округе и катали всех желающих. И вот, собственно, с этого все и началось. По крайней мере, это гласит легенда. Это была мечта детства. Научиться летать, даже не столько научиться летать, сколько быть летчиком. Когда удалось впервые подняться в небо, дальше появились шаги о приобретении вертолета, о путешествиях. А потом, когда мы увидели, сколько людей волнует эта тема, мы рискнули и начали развиваться. Компания была создана в апреле 2003-го, и авиамаркет, маркет-рынок, весь авиационный рынок должен быть нашим. Я увидел сначала в небе вертолет, а потом рекламный щит на обочине дороги. И пришел. Летать-то хотелось как-то так. Поехал в одно место далеко, другое далеко. Оказалось, вот есть такой вот авиамаркет. Когда на одной площадке находилось около шести или семи вертолетов Робинсон, нам казалось, это так много вертолетов. Занимаюсь Робинсонами не просто так. Мне нравится Р-44, ну и 66-й еще больше. Мы свой вертолет называем «птенчиком». Почему? Потому что он желтый. С того времени, можно сказать, влюбился в эту технику. Робинсон сделал то, что Генри Форд в автомобилестроении сделал доступным для людей полет. Он просто хотел разработать такой вертолет, на котором мог бы летать каждый. Это был Р-22, вертолет, на котором он сам хотел бы летать. Мне кажется, что они интересные. Я люблю их с папой чинить, смотреть, какие у них детали. Летать начинают все, кто приходит сюда и кто ставит себе задачи стать пилотом, любителем. Мы стараемся научить людей так, чтобы риск был, чтобы не более было опасно, чем просто жить. Человек с двумя руками, двумя ногами, головой и определенным уровнем самосознания, мне кажется, достаточно легко может освоить этот аппарат. Инструктор стоит на земле с рацией, а ты перед ним пытаешься на вертолете делать всякие упражнения. Ну, я сейчас уже такой более опытный инструктор, я редко бью. Для курсанта это, по моему видению, это близкий человек здесь, самый близкий на площадке, да, и родной человек. А раньше я прям по голове вот так вот из задней кабины. Дима Ракицкий, он с нами с самого начала и до сих пор нас чему-то учит. Ну, они, конечно, к нам приходят, мы их заражаем небом, и все. Я уже заметил, что если ты подошел с улыбкой к вертолету, похлопал его по корпусу, там, сказал, поздоровался, там, привет, братишек. Ну, как тут у тебя? Нормально? Нормально, ладно, пошли дальше. Вся разговариваешь с ней до полета мысленное. Ну, лететь так. Мне нравится только лишь тогда, когда вертолет вперед, назад, в бок, вправо, влево. Когда я поднимаюсь в воздух, я чувствую себя в своей тарелке. Просто необыкновенное чувство. Ты перемещаешься одновременно в шести степенях свободы. Ты летишь куда хочешь. Вертолет – это учитель, это проводник в моей жизни, это друг. Первый самостоятельный полет для меня примерно как первый поцелуй. Неделю ходил и подпрыгивал в восторге. На следующий день у меня болело лицо. Потому что весь предыдущий день я улыбался после самостоятельного полета. Нравится очень управлять мне вертолетом. Ну, мама у меня вообще не знает. Если знает, у нее инфарктов хватит. Когда мы отрываемся от земли, мы свою жизнь доверяем. Она находится в наших руках, но функции техников, наверное, зачастую еще более важны. Вертолет не является средством каких-то показушничеств и всего остального. Довольно строгая техника, и к ней нужно с огромным уважением относиться. То есть вертолет должен быть исправлен, осмотрен, заправлен и готов к вылету. Хорошая, считаю, там черта, традиция, когда ты выходишь из самолета, там подойти к техникам, пожать им руку. Инженерный состав и ценно-техническая база у нас абсолютно лучшая. Обслуживание вертолетов мы доверяем небольшому кругу компаний, так как не хотим, чтобы что-то пошло не так. Я за любую технику переживаю, как, ну, это дитя, которое надо правильно беречь, воспитывать и бдить за ним. Я считаю, авиамаркет проделал отличную работу. Надо сказать, что вертолетный спорт на вертолетах «Робинсон» начинался в авиамаркете. Сначала мы начали заниматься вертолетным спортом, чтобы улучшить качество пилотирования. Но чтобы управлять им, ну, как, наверное, и во всем, в других, во многих вещах, нужно доказать, что ты достоин. И первые пилоты-любители, которые пришли в нашу сборную команду, это Люда Сорочинская, это Саша Жуперин. А теперь появился какой-то азарт и соревновательный, когда хочется победить. Мне кажется, что в спорте, по-моему, женщины более успешны. Мне так кажется. Лен у нас серебряный призер всемирных воздушных игр в Турине. Единственная женщина-призер этих воздушных игр 2009 года. Она завоевала в этом году Кубок России по вертолетному спорту. Почти все помнит. На самом деле, Саша, он просто чемпион мира. Волки в стаю собираются, бараны в стаду. Птицы в стае. А такие вот сумасшедшие вертолетные путешественники, они тоже друг друга находят и держатся вместе. Мы уникальный клуб. И уникальность наша в том, что мы летаем много. Летаем везде. Идея кругосветки витала давно. Но мы оказались первыми в российской и советской истории вертолетной индустрии, кто полетел на вертолетах вокруг света. И первыми в мировой истории, кто это сделал на вертолете «Робинсон-66». Более революционным был 2009 год, когда летели из Лос-Анджелеса в Москву. Это был первый трансалатический перелет. Штурманы большой авиации. Конкретно с аэрофлотом мне говорили, что это невозможно на одномоторном маленьком вертолете такое расстояние покрыть. Но мы рискнули. Пошли на эту авантюру. В эфире приходилось слышать там «крэйзи раша» и тому подобное. Тем была приятнее радость победы, что это все завершилось, что удалось. В некоторых городах и странах встречались с российскими флагами. Где они их брали? Ну, наверное, ночью шили. Редактор субтитров А.Семкин Хочу поздравить «Авиамаркет» с 10-летним юбилеем и надеюсь, что вертолеты «Робинсон» будут продолжать иметь успех в России. Хочется пожелать процветания и развития всем нам, чтобы у нас было гораздо больше союзников. Я счастлив от того, что мы заразили этой… Почему заразили? Подарили счастье людям, вот, общение с небом. Сплоченности – это для любого коллектива. Уважение друг к другу обязательно. Процветание в делах. Чтобы мы были успешными, «Авиамаркет». Что как можно больше хороших людей приходило учиться летать на вертолете. Чтобы «Авиамаркет» оставался бы таким же достаточно домашним, приятным местом, со своей атмосферой. Эту атмосферу создают люди, которые работают и которые здесь сюда приходят. Радостно, что собраны люди, которые полны любви ко всему тому, чем они занимаются. Не останавливаться на месте, двигаться, расширяться, улучшаться, углубляться. Безопасных полетов. Естественно, долголетия нашим летчикам и сотрудникам. Чтобы все жили здорово и счастливо. Огромный парк вертолетов, огромное количество курсантов и большое количество задач, полетов. И много счастливых людей. Я хочу, чтобы этот «Авиамаркет» еще 10 лет прожил. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Анна. Жуперина Елена. Жуперин Александр. Аксенов Александр Михайлович. Аксенова Виктория Александровна. Вячеслав Шабайкин. Карт Робинсон. Грушина Ирина. Я бобриться забыл. Карт Робинсон. Вербibo. Карт Робинсон. Грушин. термого.